Могу сказать, что довольных практически не осталось. Результат для власти может быть совершенно разгромный. Насчет того, что на выборах все решено, и главное, не как проголосуют, а как посчитают. Отсутствием своей политической активности, они как бы развязывают властям руки. А это, вообще-то, я напоминаю, контроль над бюджетом в более чем 3 триллиона рублей. Власть тем самым, конечно, совершила, я считаю, одно из серьезнейших преступлений против нашего народа. И причем, еще раз говорю, это распространяется не только там на партии «Единая Россия», которую сейчас, по-моему, вообще практически все ненавидят, но и на президента тоже. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на канале главтема «Народ» Денис Андреевич Парфенов, кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ. Добрый день, Денис Андреевич! Добрый день, товарищ! На какой результат рассчитывает КПРФ, и насколько этот результат достижим? Ну, знаете, прогнозировать дело довольно неблагодарное, потому что здесь легко, как говорится, попасть пальцем в небо. Я вам скажу так. Я убежден, что результат КПРФ в значительной мере зависит от степени активности самих людей. То есть я вижу, что до тех пор, пока продолжается сейчас такая своего рода битва между желанием людей что-то поменять, а внутри у людей это желание чувствуется, я провожу довольно много встреч с избирателями, могу сказать, что довольных практически не осталось. Если вы там на тысячу человек одного довольного найдете, это будет довольно высокий показатель. Но при этом желание людей что-то изменить в нашей стране пока еще натыкается на страх перед переменами, на определенную политическую апатию, понимаете, на неверие в собственные силы, в свою способность что-то поменять. И вот борьба между двумя этими тенденциями, она вот как бы и характеризует состояние текущего момента. Чуть раньше ее, знаете, там кто-то остроумно назвал борьбой телевизора с холодильником, да, то есть пустеющий холодильник, так сказать, и интенсивная пропаганда по ящику. Вот сейчас, на мой взгляд, из-за того, что растут цены, из-за того, что в реальном выражении там и пенсии, и зарплату уже в минус давно ушли, да, холодильник потихоньку начинает побеждать телевизор. И вопрос в том, вот перейдет ли вот это накопление, да, противоречий, недовольства определенного, такой общественной неудовлетворенности, что ли, тем курсом, который проводит власть. Вот перейдет ли накопление всех этих количественных изменений к новому качественному состоянию системы, да, и выльется ли это именно не просто в неучастии в выборах, а в протестное голосование. Вот именно это и определит результат. Если, я убежден, если сейчас еще, может быть, немножечко подтянуть активность народа на выборах, результат для власти может быть совершенно разгромный. Поэтому я вот очень рассчитываю на то, что нам, нашей агитации, нашей работы, удастся людей убедить ни в коем случае не воздерживаться от участия в выборах, а наоборот самым активным образом к ним подтянуться. Поэтому, ну, давайте поборемся за это. Денис Андреевич, насколько верно суждение о том, что все результаты выборов предрешены, цифры уже определены и так далее? Насчет того, что на выборах все решено, да, и главное, не как проголосуют, а как посчитают, это, к сожалению, довольно распространенное мнение, при том, что оно является одним из самых вредностей. Почему? Потому что, как показала практика, что те люди, которые воздерживаются от участия в политической жизни и не ходят на выборы, они, получается, что автоматически совсем согласны. И тем самым, отсутствием своей политической активности, они как бы развязывают властям руки для того, чтобы те делали все, что им заблагорассудили. За то, чтобы у нас в России выборы появились хоть в каком-то виде, вообще-то целые поколения русских революционеров положили свои здоровья и жизни. А сейчас, ну, какая-то просто, я не знаю, трагичная ситуация, что многие не пользуются вот этим завоеванным, буквально вырванным, там, более ста лет назад из рук царского режима правом выбирать. И то, что у нас очень низкая явка на выборы, это лишь помогает действующей власти сохранять свое господство, потому что расширяет возможности для фальсификации. Поэтому нашу задачу, да, задачу нашей партии, там, свою личную, я вижу в том, чтобы мы, наоборот, всячески способствовали участию людей в политической жизни. Как говорится, надо просто будить народ для того, чтобы люди не оставались в стороне, а активнейшим образом принимали участие в политической жизни, понимать, чтобы на выборы ходили, чтобы посещали мероприятия, чтобы не оставались безучастными к тому, что в стороне происходит. Потому что, как показывает практика, опять же, там, где очень низкий уровень политической активности народных масс, там, конечно, власти могут действовать по принципу, что хочу, то и ворочу. И даже небольшое зачастую повышение активности, участия людей уже способно влиять на ситуацию. Ну, из примеров, пожалуйста, выборы в Мосгордуму 2019 года. Там явка ведь на выборы по-прежнему оставалась довольно низкой, там, на уровне 21%. Но за счет того, что на фоне выборов происходили массовые протесты, за счет того, что явка все-таки была даже чуть выше, чем, я так понимаю, изначально прогрозировали, там ее предполагали на уровне 16-17%, даже вот это небольшое повышение активности уже позволило довольно серьезно повлиять на ситуацию. И власть там едва-едва не лишилась контрольного пакета голосов в городском парламенте, в столичном. А это, вообще-то, я напоминаю, контроль над бюджетом в более чем 3 триллиона рублей. Да, поэтому это важнейший вопрос. И в этом отношении Госдума, конечно, сейчас является своего рода, выбор в Госдуме является своего рода рубежом, который будет определять, ну вот, чего на самом деле хотят наши люди. Либо хотят и дальше, ну, чтобы сохранялась та обстановка, как сейчас, да, все эти антинародные реформы, рост цены, абсолютно наплевательское, безо всякого уважения отношение власти к народу. Ну, либо позитивных перемен, в первую очередь, конечно, в сторону социальной справедливости. Поэтому все зависит от нас с вами, товарищи, надо бороться. У власти сейчас две главные проблемы. Первая из них – это продолжающаяся тенденция на размывание такой своего рода эрозию и дальнейшее падение рейтингов значит, как партии власти, так и первых лиц государства, вплоть до лично президента. Нужно понимать, что этот процесс, он назревал довольно давно, но особенно активно он пошел после пенсионной реформы, после того, как повысили возраст выхода на пенсию. Власть, тем самым, конечно, совершила, я считаю, одно из серьезнейших преступлений против нашего народа. И нельзя было повышать пенсионный возраст. И наша партия, кстати говоря, была против этого. И единственная, кто организовывала митинги против этого безобразия. Да, может быть, остановить эту реформу тогда не удалось, но, по крайней мере, власть пошла на некоторые уступки и частично ее смягчило. Поэтому хоть какое-то, но небольшое, но завоевание благодаря этим митингам тогда все же состоялось. Так вот, с момента, как была проведена эта пенсионная реформа, рейтинги власти начали ползти вниз, и эта тенденция приобрела очень устойчивый характер. И причем, еще раз говорю, это распространяется не только на партию «Единая Россия», которую сейчас, по-моему, вообще практически все ненавидят, но и на президента тоже. И могу сказать, что власть, видя, что доверия к ней и так никогда не было, ну, там, на высшем уровне, да, но сейчас оно, там, каждую неделю буквально обновляет очередные исторические минимумы, вот теперь власть пытается что-то с этим сделать. И вторая проблема, которая теснейшим образом с первой связана, это то, что на этом фоне происходит укрепление авторитета коммунистов. Ну, понятное дело, что наша партия там тоже есть определенные, наверное, у нее и свои сторонники, и, наоборот, те, кто, может быть, не очень нас любит, но все-таки, именно если говорить как тенденции, да, политического, конечно, в связи с ростом запроса общества на социальную справедливость, конечно же, в первую очередь, именно на коммунистов люди обращают свой взор, просто потому что, ну, идеи социальной справедливости – это краеугольный камень нашей идеологии, наших идей и нашей политической программы. Поэтому вот для власти, как бы, падение доверия к ней самой и одновременный рост внимания людей к коммунистической партии Российской Федерации – вот это для них, для власть продержащих, сейчас самая главная проблема. И они, конечно, стараются эту проблему купировать самыми разными средствами, начиная от заблаговременного изменения избирательного законодательства, когда они расширили вот этот серый издон, грубо говоря, который позволяет больше манипулировать, подтасовывать и фальсифицировать, и ввели электронное голосование на дне голосования, там, голосование по почте и целый ряд еще. Которые, с одной стороны, да, они как бы способны повлиять на результат выборов и, значит, подтасовать его при необходимости, а с другой стороны, вот я очень хочу, чтобы у наших зрителей было как бы правильное отношение к этому всему, что если бы власть была в состоянии старыми методами обеспечить себе старый политический результат, они бы не стали вводить всех этих мероприятий. А раз они на это идут, то они чувствуют определенную неуверенность за собой. И вот этот инструментарий им нужен, необходим, потому что они понимают, что без него у них вообще тогда никаких шансов не будет. И именно поэтому я вот как раз и так активно всех и призываю, чтобы люди все-таки участвовали в политической жизни, ходили на выборы и, например, записывались в наблюдателях, потому что ту часть, которая пока еще осталась неэлектронной, производится вот очно бумажным бюллетенем, как обычно, там можно добиться очень серьезного изменения всего нашего политического ландшафта. Главное, хотеть и стремиться к этому. Поэтому, пользуясь случаем, как говорится, всех призываем, записывайтесь в наблюдателях. У Компартии в этом плане система давно выстроена. Самое главное, чего не хватает, это вот людей, людей, понимаете, недостаточно. В России почти 100 тысяч избирательных участков и три дня голосования, вы сами понимаете, минимум по два человека на каждый участок, это сотни тысяч людей нужны. Поэтому, дорогие друзья, ну, как говорится, не проходите мимо, принимайте участие в этой работе, поверьте мне, останавливать фальсификации или минимизировать их, по крайней мере, можно, и это всерьез влияет на политический результат. Для того, чтобы максимально осложнить фальсификаторам их работу, приходить лучше всего в последний день голосования, 19 сентября, и, по возможности, под конец, то есть где-нибудь в 19 часов примерно, то есть за час до закрытия избирательных участков, поскольку, если, скажем так, комиссия в предыдущие дни уже начала химичить, то можно очень серьезно спутать им карты, если будет под самой закрытие избирательных участков резкий рост явки. Это наименее контролируемая для них ситуация, и это действительно способно создать наибольшие проблемы. Поэтому, если есть возможность, в последний день, только очно, только бумажным бюллетенем, никакого электронного голосования ни в коем случае, потому что это черный ящик, там ничего проверить толком невозможно, только в последний день бумажным бюллетенем, и желательно под закрытый участок где-нибудь часов 19. Спасибо большое, Денис Андреевич. С нами был Денис Андреевич Парфенов, кандидат в депутаты Государственной Думы 8-го состава. Спасибо, товарищи. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok